добрый день друзья добрый день и у нас сегодня очередной выпуск другарни инфодайвинга мы немножко расскажем на какой стадии находятся наши книги и какую работу мы сейчас ведем в этом направлении и первая приятная новость это то что парадоксальное восприятие уже ушло в коррекцию уже практически неделю как корректируется я думаю его достаточно быстро сделают и тогда в принципе ожидаемые сроки издания книги где-то наверно конец августа сентябрь месяц месяц корректируют месяц верстают еще два месяца еще надо то есть это получается еще добавить август сентябрь ну где-то короче в сентябре сентября где-то уже будет пойдет она в издательство издательство работает очень быстро поэтому там на издательство мало времени понадобится это из приятных новостей есть не не очень приятная новость это то что в украину перестали доставляться книги это неприятно но почта не принимает больше заказов и все попытки отправить там через ну как-то там через дичель через она все разбивается то что в украину никто не хочет доставлять посылки и таким образом сейчас сторнируются платежи либо же ведется договор что мы отправляем в другую страну а уже там человек заберет потому что все-таки много людей из украины уехали в эмиграцию то есть ищем варианты как поступить то есть конкретно каждый человек в дополнительной работе это дополнительная нагрузка на нашу ирину которая занимается книгами из которой вы можете решать все вопросы по книгам и на сегодняшний день вычитывается вторая книга по особенному чату и дописывается четвертая вычитывается тоже будет отдано в коррекцию и я думаю до конца года все четыре книги уже увидят белый свет почему это важно потому что эти книги становятся настольными для тех у кого дети страдают аутизмом или другими заболеваниями или вообще если ребенок например болезненный там частые орзы частые там бронхиты там аллергии там и так далее ведь на самом деле любая болезнь подсознание неважно какая болезнь она говорит о том что есть проблемы у родителей и чем больше осознают родителей чем больше перемен в родителя тем больше вероятность что ребенок поправится а а вот ты бы рекомендовала мамам которые например ребенок страдает простудными заболеваниями не подлинными что ну книжки однозначно это без вариантов во первых это на любую я всегда говорю что наши книги это на самом деле так я считаю что это как уже с лекарства от болезни от даже от аутизма во-первых от аутизма да как лекарства и естественно других болезней проблем жизни это однозначно но у меня просто вот буквально вчера воскресенье до воскресенье был вот прям вообще разговора значит с подругой ну со знакомой моей случайный произошел по телефону и она мне просто сказала говорит ты знаешь внезапно у ребенка температура поднялась вот два дня и я вся хожу переживаю и температура там 38 и 5 ведь никаких симптомов а поговорим слово за слово я и просто сказала что во первых еще проблему в себе давай мы там да мы просто поговорили я и объяснила что поговорим просто сегодня она мне пишет он просто тоже вот мы поговорили я была занята уже потом дальше да она мне сегодня пишет ира говорит у малой температуры нет вообще во первых говорит уже вечером вчера ее не было просто 36 и 6 все я говорю о как хорошо всего лишь поговорили с мамой она пишет да мама услышала все и все поменялось вот так она работает на самом деле это работает поэтому книги наши они действительно они бесценны на самом деле потому что они ставят ну кого-то быстрее у кого-то медленнее но именно ставят мозги на место возвращаю человека смотри просто есть например возрастная аудитория особенно когда аудитория важная как ты обычно чувствуешь говоришь о раздутый человек когда аудитория очень важная она как-то ну как-то я буду читать такие книги да ну может быть одним глазком если жена будет читать если жена не будет читать то я и глазком читать не буду потому что вроде как но разве это книги которые как бы санкционированы социумом но вы знаете я не знаю книг которые социумом санкционированы нормальные книги те же самые беседы с богом там хорошая книга когда-то читала нила доналда уолша бестселлер да либо там другие варианты книг они же тоже не санкционированы они же тоже относятся к разряду той литературы а ерунду какую-то читаешь но эти книги разошлись миллионными тиражами и не вспудоражили мозг человека они заставили человека развиваться или того же самого нарбекова вот у него действительно хорошие книги там кузькина мать или опыт дурака или ключ к прозрению но вот скажи а я читаю нарбекова позорище тошнорбекова а если вы еще расскажете про какой-нибудь тимарон то это покрутят до виска да тот разряд литературы который в социуме выбрасывается а на самом деле именно эту литературу читают те 20 процентов которые везут на себе 80 которые идут в развитие чье сознание действительно развивается вот как-то отбить легко а услышать сложно но меня радует что наши книги расходят больше и больше покупаются все больше вас требовала на все больше да да вот это конечно это радует конечно есть сложности с отправкой сейчас за границу потому что платежи за отправку возросли и зачастую превышают стоимость книги то есть люди сразу покупают пачками чтобы платить один раз за пересылку я их понимаю потому что когда посмотришь на тариф и за пересылку ты видишь что это все конечно очень дорого а вот но я считаю что жизнь того стоит мою жизнь тоже изменили на начальном этапе книги я даже могу рассказать какие книги то есть так случилось что у меня был в жизни период когда я была очень сильно увлечена бизнесом деньгами до карьерой я просто стремилась к этому я делала все чтобы быть успешным человеком по мнению социума мне было важно как меня встречают в социуме и провожают то на чем я сейчас смеюсь да тогда это было важно и случился большой облом то есть была история когда я действительно не спала ночами я спала там очень короткие промежутки времени было очень много нервов и мне в это время попала в руки книга опыт дурака или ключ к прозрению нарбекова мне ее купил муж говорит ну у тебя зрение плохое говорит все равно по ночам и спишь нахуй читать будешь в общем подарил мне эту книгу и вот после этой книги ну во первых я начала делать упражнения для восстановления зрения занялась здоровьем это меня отвлекал очень сильно от бизнес-проблем и после этого я начала читать дальше книги баха иллюзиониста там беседы с богом и пошло 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 вот это увлечение и в какой-то момент я сказала себя почему мне не познакомиться с этими людьми лично и пошло дальше увлечение то есть психология это меня уже интересовало задолго до этого но книги реально разбудили во мне они меня охладили то есть они вдруг остановили вот эту вот адскую гонку белки в колесе которая пытается обогнать время и и успеть много заработать и быть полезной колесу и в какой-то момент я остановилась и вдруг я начала думать по-другому рассуждать по-другому и моя жизнь начала формироваться по-другому и в жизнь пришли интересные люди и так далее а потом в дальнейшем все эти искания привели к гипнозу изучению глубинному изучению гипноза многолетним изучению гипноза и потом к осознанию инфо дайвинга и процессов инфо дайвинге вот поэтому книги творят чудеса но я предпочитаю бумажные варианты книг да во первых удобнее во вторых очень приятно а в третьих все-таки бумажный вариант это другое восприятие другое то есть когда мы смотрим с позиции подсознания особенно вот мы это очень хорошо наблюдали на книге парадоксальное восприятие и мы с ириной договорились что эта книга не будет в электронном виде скачиваться продаваться она будет только в бумажном виде почему потому что книга сама по себе сложная и для того чтобы ты не улетал не отрывался от этой реальности тебе надо вот так взять что-то в руки держать чтобы ты чувствовал запах чтобы ты вот это все ощущал тактильно чтобы ты был в реальности вместе с этой книгой информация тебя настолько далеко уносит в глубины твоего подсознания только далеко от настолько далеко и при этом ты должен оставаться в реальности потому что если ты улетел то ты опять-таки стал на одно крыло и ты не возьмешь целостную информацию и ты ее переверешь и будешь говорить так вы же говорили это но не учитывая вот это то есть вы говорили о черном а здесь же белое нет парадоксальное восприятие это одновременно и белое и черное но если ты оторвешься от реальности и уйдешь черное в теневую часть то ты потеряешь белое если ты полностью ушел в теневую часть у тебя этого белого нет и в то же самое время если ты только в белом а черного для тебя нет психики нет то ты тоже на одном крыле и вот они качели игровые и поэтому вот этот момент он очень важный важно чтобы книга была в руках поэтому часть книг у нас все-таки в бумажном варианте сейчас часть в электронном но мы все книги вообще сейчас все в бумажном варианте есть да мы перед тем как выложить в электронном обязательно издаем это как еще способ защиты от пиратства и это очень тоже важный момент когда мы со своей стороны сделали все что бы не провоцировать человека на воровство если человек решается на это сам то он сам везет за это кармическую ответственность и вот мы когда вот эти вещи понимаем то есть если мы со своей стороны что-то не сделали там открыли возможность человеку например не издали книгу а выложили в электронном виде и потом она разошлась яй-яй-яй то это мы сами сделали да и тогда закон парадокса работает по-другому а когда ты сделал со своей стороны сто процентов то ты рассчитываешь на сто процентов с другой стороны если они не наступают то тот кто вывел систему из равновесия тот и гребет и поэтому мне когда вот опять недавно пришло предложение защитить наши семинары и тренинги от коллективных скачиваний или от коллективных просмотров и там от как-то пиратского распространения или там что-то такое было написано уже не помню девушка прислала что их фирма оказывает такие услуги и я понимаю да вселенная оказывает такие услуги когда мы с нашей стороны сто процентов а с той стороны нет сто процентов то просто попадает в яму человек он попадает в яму свою собственную как в ловушку и ему надо выгребать выгребать и человек не 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 осознает и не понимает как это что значит да ну что вы да а у него жизнь складывается потому что как это сказать от себя не убежишь да невозможно просто и и тогда и тогда можно сказать что ваши техники не работают да они не работают в том случае когда в яме человека свои собственные ловушки когда вы лжете хотя даже время не все равно работает самому естественно они поднимают конечно самое прикольное вот у нас сегодня коллективное погружение деньги да и на него уже зарегистрировалась очень много людей человек идет конкретно с целью я хочу денег да а когда мы начинаем говорить о деньгах но сегодня мы не будем говорить о деньгах на самом деле мы не будем вообще ни о чем говорить это что у нас практикум именно практическая часть коллективное погружение мы просто сделаем зачистку информации которая мешает поступлению денег а что мешает поступлению денег жадность и погоня за деньгами то есть зависимость от денег для того чтобы деньги начали проявляться в жизни надо убрать зависимость от денег надо чтобы они стали друзья надо чтобы морковка осла переместилась в рюкзак грубо говоря а иначе человек чтобы они стали вами тоже чтобы вы их приняли что они ваши потому что пока они вне вас и пока вы за ними гонитесь вы ограничены будет да вы их не имеете ничего не будет то есть когда вот эти вещи осознаешь а самое главное когда вы за ними гонитесь я нет я не гонюсь за деньгами но при этом я вот мне там знакомый через знакомого через знакомого прислал там по электронке книжку сворованную да или а там семинар сворованный а подожди а ты почему сейчас его взял когда тебе предложили ворованное ты это взял потому что ты гонишься за деньгами тебе жалко денег и у тебя в этот момент работает жадность все морковка для осла висит и это так удивительно на одном месте тогда барабанец деньги уже больше не приходит все потому что это морковка они были сзади остались спереди и вот таких примеров очень много все вот эти складчины они работают именно так это все морковки когда ты из режима спокойного отношения к деньгам перенес в режим жадности и зависимости от денег причем ты сам переложил из корзинки в корзинку тебя никто не заставлял тебе поступило предложение ты мог на него согласиться мог отказаться ты был в точке выбора и ты согласился сыграть в эту игру а подсознанию на самом деле пофиг в какую игру вы играете на так аплодирует и говорит ура играешь и пошли и даромали лишь бы играть до лишь бы играть и играю же радность играем это значит в эту это значит в это да вот это кстати удивительные такие моменты а мы же в своей жизни очень часто вот эти выборы не воспринимаем выбор как выбор да более того мы иногда вот эти ловушки сознания воспринимаем как счастье как везение ой под не повезло да смотри как нашей стране классно делают вот вообще просто на эту тему у нас же если ты нашел кошелек до чужой неважно есть документы нет документов ты должен его отнести в милицию а вдруг найдется его хозяин и если ты при этом распотрошил этот кошелек да или там карточку банковскую то я например находила в банкомате карточку первое это вызываешь охранника который приходит разбирается с карточкой все тема закрывается а если в это время работает жадность да ты начинаешь играть в игру и у нас эта игра как государстве сразу уголовное дело у нас даже не рассматриваются другие варианты и это правильный подход обрубающий жадность тренируемся господа тренируемся не воровать тренируемся быть людьми и это так прекрасно вот я некоторые мелочи такие когда замечаю мне так нравятся они то я теперь знаю очень хорошо знаю что вот вот эти ямы что я говорила и ловушки что мы говорим да они образуются именно знаете как вот тебе прилетела ой мне повезлом повезло или прилетела вот там скачал кто-то да и просто вот прилетела все тебе прилить оцарите то есть был вот такой объем раскрылась раскрылись тебе возможности да то есть ты мог в этот момент эти вот возможности использовать сам то есть наполнить себя до развитием своим и тут бахте прилетает такой искушение искушение такое пунц маленькая ой о мне повезло там кто-то дал просто так да так валилась камушечек такой валился а ведь вот эта возможность вот она и здесь мгновенно образуется пустота в которую валивается говнецой извините за слово да которое ты должен отработать то есть вот знаешь это от себя же от себя от себя же собственного от себя как это выровнять свои возможности да или как сказать взять свои возможности на работать и но наработать до из по то есть использовать можно сказать а что у тебя есть если использовать здесь пустота на а здесь камушек с вами словил камешек в своем огороде вот эти вот момент они конечно да и тут я уже да и получается камешек прилетел и сболтал тут на самом деле вот в этот момент когда камешек человек словил вот искушение вот этот камешек это есть искушение когда человек словил искушение она может быть по любому признаку она может быть сексуального характера ой там попка пошла такая да она может быть там любого варианта но чаще финансовые конечно искушение идут финансовые либо сексуальные вот два которые за самые самые яркие самые яркие искушение которые идут в жизни у человека самый интересный механизм который потом на искушение запускает подсознание так стать вот я говорила два дня назад тема была как раз ночью в подсознание у меня которую вот зацепила это вот как раз самонаказательный механизм и смотрите какая тема разворачивается наше подсознание вот на таких вот искушениях они работают как пробой тогда как прострелы то есть она к этому прострелу к этому пробою если человек согласился играть в эту игру она сразу прицепливает родовый хвост и человек везет не сам даже пробой он везет на этой чистоте на этой вот знаете это как вот вы пострелили там или иголкой проткнули да а за иголкой тянется нитка к нитке там уже привязана куча бусинок которые едут за этой вот и так прошивается так вот вот этот хвост хвост который влетает дальше очень часто связан с родом и с кармой и и вот то что мы встречали с практической работы помнишь у нас был мужик у которого была тяжелая болезнь у него была тяжелая болезнь альцгеймер у него был и альцгеймер альцгеймер у них в роду и там интересная тема была как запустился в роду альцгеймер сама часть запускающая да игру и он был связан с женщиной ненависть к женщине именно в роду была посеяна потом мы смотрели другие варианты альцгеймера там точно так же это все работает именно ненависть к женщине в альцгеймере и лежит в подоснове в подсознании проработки и вот там в определенных поколениях когда шло болезнь включалась на чем на измене мужчины вот если мужчина изменит жене у него дальше идет альцгеймер к старости изменит альцгеймер изменит альцгеймер то есть там работал наказательный механизм на самом деле не всегда за изменой следует альцгеймер сами должны понимать но за изменой может следовать другая родовая болезнь то есть измена прошла как искушение человек не выдержал изменил и дальше идет вот этот самонаказательный механизм и он уже подтянет то что есть в роду то слабое звено которое род предложил и по роду въехала и могут быть разные пробои вот кстати даже и хочется назвать это пробоем человек повелся на искушение точно так же искушение финансовое когда по жадности прошли точно так же и она получается раз и подтянула еще из других поколений то что неосознанно в роду и это могут быть ты чаще всего это заболевание и вот на таких вот искушениях и въезжают тяжелые возрастные болезни то есть они могут въезжать как предложение да 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 там где-то во сне либо когда человек сам ой у нас в роду у всех там косточки ой у нас в роду у всех там кривые ноги или у нас там роду все там хромают на левую ногу или вот недавно мы встречали ой у нас там в роду тоже все перечень заболеваний что есть в роду да там по материнской линии по отцовской а я вот все это принял сразу на автомате когда себя поставил в род такой вариант тоже возможен но чаще когда мы осознаем что рот родом а я это я рот болел прекрасно идите и болейте дальше а я не болею да то как чтобы родовая болезнь влетела она влетает на искушение пробой и поехала дальше вот эти механизмы когда смотришь человеке наблюдаешь интересные надо находить тогда то место где был пробой и и удалять информацию знаете как зуб лечить зачищаешь потом новое закладываешь пломбочку другой разворот и другой разворот уже втаскиваешь в момент здесь и сейчас и тогда у человека раз и начинается другие процессы человек начинает поправляться и это конечно вот тоже такие интересные а я сейчас пока говоришь я вот сижу ты знаешь и цепанула эту тему на самом деле вот как раскрывается и это действительно возможность знаешь какая возможность вот раз открылась у человека а на самом деле здесь вот я зависла потому что здесь чувствую вязкость то есть хлам да и у человека когда раскрывается возможность наполнить себя ресурсом то этот хлам он ты просто его меняешь на развитие себя да а если ты этого не сделал получается от тебя прилетела какая-то такое искушение помощь то есть в жижу прилетает камушек так жижа вся и только снаружи оттуда оттуда валится и не понимаешь вот знаешь такая тема хорошая да картинка прям и тогда давалится то что еще хвостика может приехать к осознанию из-за с внешнего и это чаще всего в перетражение ну и родовых кармических программ и так далее но про искушение смотри даже в библии говорится про искушение то есть не только мы про это говорим и про механизм самонаказания и это один из самых интересных механизмов я думаю мы на эту тему еще лекцию сделаем вполне потому что вот эти механизмы самонаказания нам кажется да я же себя не наказываю или же даже живой да мне все равно да там что я это сделал только у меня вот это только да да ну я почему-то как у нас часто у я почему-то очень много вот работаю я осознаю много но у меня что-то жизнь не меняется ну поговорим как ты насколько ты искренна или искренен с собой это все оттуда это когда у тебя да это вот когда у тебя есть возможность выхлебсти почистить свою как ты говоришь дырку в зубе до раскрывается она то есть ты можешь вычистить но вычистить ты можешь своим развитием своим рису то есть знаниями свою своей искренностью чистотой да а вместо этого так плюх сюда такой мне повезло мне дали бесплатно что-то там да и так разблескал все вокруг вот из этой вот и потом оттуда туда туда и что-то у меня вот никак я все осознаю но ты знаешь есть люди которые не могут осознавать мы сегодня опять сидели над схемой которые разрисовали полностью устройство психики реальности как соединяются все что связано связывает психику антипсихику с мирами да есть уровни сознания и я думаю вот наша эта схема на настолько наглядно очевидно она будет очевидно она будет рвать в дальнейшем сознание человека почему потому что становится очевидным что когда мы говорим все люди одинаковые мы лжем все люди разные нету двух одинаковых людей когда мы говорим бог в каждом человеке мы не лжем бог в каждом теле сто процентов вопрос насколько глубоко он спит есть фазы фазы сна бога которые можно разделить на уровне сознания и вот когда ты смотришь уже по уровням сознания и по уровню по фазам сна бога кстати если мы возьмем по фазам сна то даже в науке их точно такое же количество если мне не изменяет память кстати очень хорошо попробовать состыковать вот потому что каждая фаза сна это ограниченное сознание и и есть сознание которые не участвуют они просто автоматически проживают все подряд молотит молотит вот белка в колесе я себя вспоминаю вот моя молодость прошла я все время бежала 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 изредка вот даже были на бегу у меня такие ой надо бы на эту тему будет посидеть подумать ой а вот здесь вот это вот это в реальности не стыкуется надо будет посидеть подумать и я как заметочки ставила как галочки но я при этом не останавливалась и только в какой-то момент я сказала себе стоп и этот стоп был связан с потерей социума после этого стопа я оказалась социума сумасшедший а на самом деле я проснулась и я только сейчас понимаю что у а у меня изменилось восприятие начала смотреть на все иначе на деньги на отношения на искренность на все на все по-другому то есть я увидела ложь я увидела коматозно спящих людей как матрица и это все благодаря книгам читать господа надо пока человек читает он развивается особенно когда ты им да именно когда ты читаешь литературу не романы какие-то а вот именно то что развивает твой кругозор или даже не знаю как сказать кругозор это наверное мозги больше всего то есть это развивает ум и он дает тебе ответ на вопрос кто ты но это тебе не готовы ответ на вопрос а ты сам приходишь к сознанию этого ответа и ты приходишь к этому через чувство то есть ты чувствуешь те моменты где твое сознание расширяется и где твое сознание именно участвует создание реальности и ты знаешь не ум не ум а чувство разум именно разум вот это вот это о другом совсем да вот ум как раз таки да он заставит читать именно заставит читать литература которая она просто как сон так спи 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 а разум и он всегда будет из ума человек читает книги для кого-то он их читает не для себя из ума человек читает книги того же сам но я помню как я достоевского читал то есть был момент какие-то психологические моменты мне было интересно читать но по молодости ты считаешь достоевского потому что но я же достоевского читала а я то знаешь нет я читала в для социума не для себя в школе программа была и мне понравилось почему-то вот я читал это мне достоевский он я понимаю что псих психика там видишь там вот эта психология хоть она и такого но мне было интересно при этом в детстве ты читаешь много книг на тому что тебе интересно ты напитываешься этой литературой ты набираешь 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 и сейчас я понимаю надо смотреть чего чего ребенок набирает на очень внимательно очень внимательно очень внимательно он набирает потому что не все книги хорошие лучше давать те книги которые действительно служат развитию она да но ребенка это все равно хочется прочитать то что читают его одноклассники там и да и в здесь в этом случае очень важно родителю быть знаешь так на самом деле мудрым назвать это можно родители для того чтобы ты понимаешь что этого не избежать ребенок будет и такое читать и такое так вот быть другом ребенка своему чтобы даже пояснить вот на этом допустим примере вот ты благодаря этому можешь взять отсюда такой-то опыт не просто то есть ребенок тупо читает то что читают одноклассники а именно с понятием с выносом опыта из того что что он прочел опыта для себя это точно так же как допустим друзья у твоего ребенка есть и ты можешь на на их примере допустим на их каких-то ошибках не друзья или или даже просто люди на улице ты можешь на каких-то вот таких примерах показать ребенку ребенок может получить опыт благодаря тебе то есть когда ты разъясняешь ему вот почему такая ситуация вот почему такая но это когда ты ребенку друг когда родитель сумел выстроить отношения с ребенком в дружеских дружеском направлении близких не с позиции власти да я родитель или с позиции власти тоже я родитель это искушение до камешек в огороде родителей посмотри сколько аутизма мы имеем в тех случаях когда родители не прошли это искушение до именно когда идет ограничение на ограничение когда родители сами загнали ребенка в ловушку ограничений потом пушу в удобство удобно когда он сидит в углу удобно или каприза такого знаешь такое была жизнь нормальная сейчас у меня и вот сиди ровненько сиди не мешай мне жить дальше но это образ я сегодня в магазине наблюдала картину как-то в коляске капризничал ребенок мама ездила по магазину и ребенок мешал маме покупать и вот сидящий в прогулочной коляске ребенок был возраста где-то четырех лет а четырех лет и прогулочная я когда смотрела на это причем он в коляске достаточно крепко вставал выгибался и капризничал вот и даже мне хотелось взять его поставить на ножки и дать походить я чужой человек четыре года и коляске конечно не понимаешь я понимаю что очень очень удобно таскать его очень удобно с ним не говорить очень удобно не спрашивать его мнение при тех же покупках отвозил все что надо купил даже не спросил хоть чего хочется тебе но ты же его заведомо растишь недоразвитом то есть уже удобным уже вот при таком подходе родителей даже если он инвалид но я не видела там не чувствовала инвалидности даже если бы он был инвалидом ты все равно мог по уделить внимание и каждый шаг прокомментировать это служило бы развитием твоего ребенка а так это служит деградации твоего ребенка ну вот он и как проявляешься в моменте здесь и сейчас это удивительно а потому что ребенок родился потому что надо чтобы был ребенок мама вышла замуж потому что надо что вы выходить замуж все надо они из любви из чувств а именно вот потому что так принято ребенок уже должен быть очень часто мы сталкиваемся с тем что женятся молодежь да потом ну что родился у них ребенок нет а я я как это так почему у вас нет потому что надо надо должно быть психическое психологическое готовность да да а если нет ребенка я не допустим тому проводят время вместе ездят отдыхают молодежь до сразу ой какие эгоисты ой я так часто это встречаю просто вот тупо навязывание навязывание своего внешнего своего и в то же самое время мама в декретном отпуске и а ты на работу когда выйдешь а может она не выйдет может она свой бизнес откроет и и будет и работать и дома и с ребенком сидеть и еще троих нарожает это же жизнь человека это выбор человека как он будет проявляться хорошо это когда ты такая хорошая ты одновременно и работаешь и все все гребешь на себе и бежишь 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 не нет надо вовремя остановиться вот остановиться помогают наши книги они говорят стоп стоп остановись проснись задумайся что ты делаешь у тебя создающие сознание а ты как белка в колесе ты видишь только вот деревяшечки по которым ты топаешь своими лапками и пытаешься угодить всем только не себе себе тебя для себя нету твой внутренний мир превратился в помойку коллективного кстати на эту тему удивительно чувствую зависимость очень мало комментариев которые идут с агрессивными наездами и именно из коллективного то есть они вот как-то приходит как волна подписчиков на тик токе пришла да и тут же какие-то дурацкие комментарии по появлялись а потом а потом так раз очищает а потом очищается да и люди не пишут глупости да когда ты смотришь и понимаешь что а там человек это и нету там есть вот мышка бегущая по палочкам нет человек это тот кто живет но при этом но при этом эта мышка она столкнулась пришла сюда да и она замерла на самом деле там вот для себя она по-любому что-то вынесла то есть она уже не может она вот внутри где-то очень глубоко в ней разуме и сказал стоп вот просто стоп и она вот этот вот стоп она услышала потому что разумные вещи слышат прикольно но вот сколько людей просматривают наши ролики по всем соц сетям да то есть я даже не знаю количество людей приблизительно потому что youtube смотрит малое количество людей основное что другие варианты с одного этих вот соц сетей сейчас мессенджер шудоб не когда идут так вот сколько людей кто просто зависает знает о нас смотрит и вот находится в этом состоянии стопа они не делают шаг к себе но они оторваться не могу знаешь это вот стадия когда удав смотрит на кролика и крошек завис я вот и говорю что надо развернуться идти к себе к себе идти и вот этот момент когда человек вот вот от этого охреневшего состояния что они позволяют себе такое говорить да это же не принято в социуме когда человек вот из этого состояния обалдения выходит разворачивается к себе и искренне он то чувствует что это правда то что мы говорим правда так оно есть и и когда он так смотрит на свою жизнь на свое здоровье на свои отношения и он начинает осознанно создавать он начинает разворачиваться к себе да это разворот к себе бог просыпается и это классный процесс мне нравится его наблюдать в людях вообще удивительное время удивительно да вот я даже сейчас ты говоришь мне нравится наблюдать в людях да мне мне очень нравится я очень люблю общаться с людьми в плане наблюдать и в плане общения вот опять вспомнилась вчера вот этот разговор с моей знакомой да и и я понимала что я и говорю жесткие вещи я и я понимала что ей больно это слышать она молча меня слушал молчала но я горела услышишь значит хорошо не услышишь но ничего страшного значит будешь дальше учиться сама будешь идти и и вот этот результат когда она мне сообщила что конечно все таки я и я еще и сказала что говорю важно именно изменение в женщине изменение в матери меняется все это первично ну вот у нее такая очевидность клана я немножко расскажу просто у нее в семье трое детей три девочки и муж а и все абсолютно все часто часто болеют кроме нее ну я конечно и сказала почему очевидно же очевидно очевидно но невероятное да вот ей конечно было больно это слышать но она слушала стойко ну и как результат она сегодня цветет и пахнет но сегодня вот в шесть часов вечера еще партия людей кто задаст вопросы получит ответы и зависнет будет смотреть как удав на кролика или как кролик на удава да а кто-то проявится кто-то задаст вопрос кто-то осмелится кстати осмеливаются все больше людей больше да да больше даже вот в жизни вот в обыденной на контакт на общение выходит больше людей им уже становится безразлично на то что а вдруг скажет что они чокнуты это если поначалу воспринималось именно что мы обидные вещи говорим да мы как бы оскорбляем то теперь у все больше и больше людей которые больше нас слушают ну что они они понимают что мы не да они да что это не оскорбление это просто точечное попадание туда куда надо для того чтобы это не было огромным текстом одним словом но это слово несет вот этот объем и этот объем в нужное место идет вот то есть не воспринимается как оскорблением поэтому и поэтому больше решаются задавать вопросы все больше и больше на самом деле это очень интересно когда человек раскрывается и позволяет себе задать вопрос тот который для него казалось бы такой страшный там допустим да или или даже а вдруг я там обижу кого-то да и он позволяет себе задать этот вопрос вот это круто и позволяет услышать ответ ведь слышат же все смотри дорогая как мы двигаемся когда мы идем в информацию у нас же тоже между моментом когда мы находим какой-то информационный пласт и моментом когда мы решаемся его поднять и распотрошить проходит две-три недели когда то есть это еще наша готовность мы висим думаем мы созреваем у нас созревает интерес куда идти какие вопросы задавать какую информацию брать как это применить в жизни и только после того как у нас более-менее сформировался интерес или запрос и он обширный этот запрос такой многогранный увесистый только тогда мы входим в новый информационный пласт и его распотраживаем ну да и тогда идет новая психотехническая база и новые возможности и так каждый раз то есть между моментом когда мы просто остолбенели увидев новую информацию да и моментом пока мы вошли проходит две-три недели ну да это также как я сейчас вот на самом ну так у нас она как я как у меня сейчас вот я просто уже несколько дней я тебе все время говорю да у меня вот тема идет 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 и она выстрелит тема свободы ресурса зависимости время здесь и время здесь и ну то вот это как это как знаешь как как сейчас тоже вижу это сбор сборда как стягивание стягивание стягиваю прямо чувствую когда знаешь как не вот забросила или тянул и потом фу золотая рыбка ну по типу вот так же у нас информация идет точно так же идет точно так же только вижу восприятие мое с одной стороны сквозь другу всегда восприятие всегда диагонально противоположное и поэтому и эффективность работы она всегда классная потому что мы всегда заходим с крайних точек в этом кстати коренное отличие инфодайвинга от друг других психотехник когда и она в инфодайвинге по-другому невозможно то есть невозможно инфодайвингом заниматься вот например я работаю напрямую с клиентом или ирина она работает напрямую с клиентом то есть по стандартной схеме психотерапии в инфодайвинге невозможно потому что стандартная схема это если я в реальности то клиент он уже засыпает то есть он уходит в гипноз он уходит в сон и любая работа в паре она будет на засыпание а когда работаешь по схеме вот я ирина и с человеком до 3 получается персонаж это тройная схема тогда психика ирины работает как лапароскоп и таким образом мы фазу засыпания заменяем психика ирины и мы сразу приходим в точку старта на пробуждение и дальше мы работаем с человеком человек просыпается мы его выводим из болезни выводим из проблемы то есть таким за счет этого решается вопрос вывода именно тройной схемой а потому что надо обязательно чтобы крайние точки были заняты нашей ну так как зажимается зомаешь на зажимаешь до человек наркозе я помню как поначалу и сейчас мы очень много идет информации которые порой бывает ну просто понимаю что не могу я ее озвучить вот просто не могу тоже а поначалу как было позволить себе произносить какие-то вещи даже они обидные какие-то где-то оскорбительными тоже было сложно вспоминаю на самом деле вот смотри ну вот одна из последних консультаций да можно сказать но проблемы с тем что женщина меняет много мужчин да а можно сказать проститутка можно можно сказать по-разному на самом деле суть от этого не меняется большое количество мужчин жизни то чего быть не должно на на а по факту по факту как ты назовешь и как что человек сочтет обидным но вот когда там замешаны например финансовые какие-то моменты так далее то конечно хочется сказать все называть своими именами да а уже дело человека там обижаться оскорбляться или еще что то то есть это выбор человека на самом деле то есть готовность человека на самом деле это он до слышать искренность да вот и и и слышать себя искренне искренне слышать себя либо не готовности сразу отбивать, отбивать. Нет, нет, это не обо мне. Ну и сидит тогда. Пока не перестанет отбивать, будет сидеть. А когда перестанет отбивать, не будет сидеть, будет развиваться. А мы ждем. Мы дали информацию, ждем. Вот опять-таки это отличительная черта инфодайвинга. То есть, если мы со своей стороны сделали 100%, мы ждем восьмерочку, когда придет в ответ 100%. А если не приходит, мы просто ждем когда это придет это выбор человека в мы не насилуем людей это их право развиваться нет болеть нет быть здоровыми или абсолютное право человек в этом мире одна сплошная гармония и на самом деле вот к этому осознаванию вот это восприятие называется целостным да когда ты принимаешь человека с потрохами и просто любишь его потому что понимаю что это ты это надо пройти стадию парадоксального восприятия а потом за ней стадию целостного восприятия это еще один вид восприятия но она невозможна сама по себе до парадоксального но после парадоксального приходит потому что мы можем называть целостным да у меня маленькая но целостное можем но мы будем себя обманывать потому что мы все равно станет стоит в игре мы Мы будем качаться либо тут, либо тут. Все равно, да. А увидеть, надо увидеть всю игру целостного. Надо увидеть все. А ее ты не можешь видеть, пока ты не отработал парадоксальное восприятие. Кстати, в книге «Парадоксальное восприятие» есть определение, чем отличается парадоксальное от целостного. Но самое интересное, что определения даны в самом конце книги. Вот в самом конце, когда ты это уже прожил и чувствуешь во время чтения, ты прожил все это дело на себе. Плюс там есть моменты, предостерегающие в книге, когда мы говорим, что вот эту часть лучше сразу зайти с практической части, с курса или с практикума. Потому что если вы пойдете умом, то потом это нанесет вред. И это реально так. Потому что если ты зашел через ум, потом ум тебя разведет на все, что угодно. А если ты зашел с практики, с практической части, то ты потом уже втекаешь, и твой ум уже есть опыт проживания, и тогда ум молчит. Целостное восприятие – это когда ты смотришь, вот, допустим, парадоксальное, да, вот парадокс. Ты смотришь, казалось бы, ты говоришь на человека, что он лентяй, да. А этот человек говорит, или там кто-то за этого человека говорит, да вы что, он на десяти работах, он вообще не спит, он пашет. А вы говорите, что он лентяй. А вот он лентяй. Вот из целостного восприятия. Вот парадокс в чем? В том, что человек не развивается сам, он автомат, он работает на десяти, он везде, на десяти работах, и он работает. Он ленивый, потому что он ленивый, он не хочет себя развивать. Он не хочет вернуть Бога в себя, он не хочет в себя вообще взять ответственность на себя. Он спит. Он спит. Вот этот сон, это и есть лень. Это про сон. Если ты человеку скажешь, ты человек спящий, да, то тут же, ой, эзотерики пошли. А ленивый все конкретно. Да. И, кстати, по поводу эзотерики. В книге «Иллюзионист» очень четко будет понятно, кого вообще можно относить к пробужденным людям. И вообще есть ли понятие «пробужденный», потому что мы можем там раскрыть и «просветленный», кстати, дополнить. Потому что когда я вот еще путешествовала из секты в секту, да, там все гуру были пробужденными и просветленными. А на повестку дня сегодня я смотрю. Их кто-то пробудел, просветлил, да? Когда я оглядываюсь, смотрю на вот, ну, воспоминания есть от поездок, от знакомств, от всего этого, я понимаю, что там и близко не было подхода в эту степь, но была патологическая жадность. Жадность. Да, да, да. И это, конечно, феноменально. Хитрость и жадность. Ловушки. Ловушки, да, ловушки. На самом деле это не хорошо, не плохо. Это ловушки, надо научиться их видеть. Это игры. Надо научиться различать их. Различать, это нравится мне эта игра, этот сон, или не нравится. Или я создам свой сон. Да, или я создам. Это вот у нас, как на наших курсах, мы и показываем практики, как пользоваться вот этими. Как пользоваться. Своими возможностями пользоваться. Да, в психике есть механизмы, когда ты видишь, это вот так работает, и течет такая информация. Если мы вот эту информацию заменим на другую, то она точно так же пойдет работать. Так мне какая информация нужна, эта или другая? Да. Ты выбираешь. И ты выбираешь, и ты меняешь эту информацию, и потекло, и смотришь. И это уже не о пробуждении, это уже ты проснулся. Это уже ты проснулся, да. Пробуждение, это тебя кто-то будет. Есть ответственный за твое пробуждение. Ты зависим от кого-то. Кто-то кумир у тебя есть. Да, у тебя есть кумир. Кстати, по поводу кумира, до сих пор меня все время ржачка берет. Иисус говорил мне, создай себе кумира. Что сделали с Иисусом? Бог, кумир. Ну да, сын Бога. Сын Бога, да. Но он же кумир для миллиардов. Да, так вот он парадокс. Когда ты видишь эту целостность, то видишь парадокс. А когда ты не видишь эту целостность, то ты находишься либо на этой стороне, то есть я религиозный, либо на этой я нерелигиозный. Как они там, все, вот они качели. А когда ты видишь эту всю систему, то смеешься тогда. Смешно просто, потому что очевидно. Очевидно. Не создай себе кумира. И тут же пунт, кумир. Один единственный можно. Дарвин. Ну тоже можно смеяться. Дарвин говорил, что у человека высшее сознание, скорее всего, божественное сознание. Человеческое сознание имеет божественную природу. И сейчас Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны. Пум, получи фашист-карнату. Это очень невероятно, когда вот эти вещи видишь из парадоксального восприятия, осознаешь, как информация ложилась и где были подмены, как вот игра качели работает. И понимаешь, что да, пока ты жив, ты имеешь то, что ты закладывал. Как только ты уходишь, то с информацией проходит, информация идет по восьмерочке. И пошли искажения, пошли переписывания. Все, все как... Именно поэтому всегда писались книги, книги. Именно поэтому эти книги уничтожались. Ну, прятались по одному экземпляру. Да? Сколько библиотек сгорело? Угу. А на самом деле пройдет время, и наше самое первое издание, оно будет на вес золота, его будут искать. Да, так и есть, так и будет, так и есть уже. Уже так и есть. Именно первое издание, потому что все, что касается электронных вариантов... Потому что книги очень сильно будут, нет, книги, видишь, будут, человек, читая, он приходит к себе, он просыпается. Вот правильно сказать. Они затрагивают чувства, потому что они написаны на очень глубинных уровнях сознания. Разум работает через чувства, и просыпается разум, включается разум. На самом деле это о разуме. Просыпается разум, да. Мы усыпили разум, мы стали неразумны, мы стали умны, неразумны, умны. И это сделала женщина. Да, это же женщина, однозначно. И ум, он очень ловко уводит в искажение, в ложь, в лень, в игры. А когда ты просыпаешься, когда твой разум просыпается, то все становится очевидным, как на ладони, и ты осознаешь, кто ты, что ты создатель всего, что ты видишь в своей жизни, то и жизнь меняется. Ты просто берешь ответственность за свою жизнь у себя. За создание своей жизни. Все. И не виноват будет ни соседка, ни кто-то там в магазине или еще где-то для тебя, и ты не будешь обижаться. Ты просто будешь благодарен этому человеку за то, что он подсветил тебе что-то. А ты уже знаешь, что. Она сегодня на коллективном погружении деньги. Деньги вынесены из человека. Именно деньги сегодня вынесены из человека. А их надо занести обратно. У нас такая сегодня будет игра. А не вынесен привычно из человека. Человек идет на работу, чтобы заработать денег. Все, денег уже у человека нет. Игра в деньги, да. А сегодня мы назад эту вернем. На самом деле все просто возвращаем. Свернем эту игру и развернем свою. Но тогда надо разворачивать игру, где я кайфую от того, что я делаю. Но для того, чтобы развернуть, надо осознать, что я вынес деньги вперед себя и как в виде морковки бегу за ними. То, что мы сегодня и пройдем, да. И вернуть это. Ну и что, половина из них нет вопроса. А что же я тогда делать буду? Потому что я же не умею сам чем-то заниматься. Мне же надо, чтобы меня озадачили. Но это будет на самостоятельную проработку. Мы сегодня пройдем техниками общими, так как мы делаем зачистки информации и закладки информации. Первично психика. А дальше уже материя. И тут надо действие. Совершать действие. А человек, который останавливается либо на действиях, то есть как моторчик, как автомат. Бум-бум-бум, психика это вообще не его тема. Он автомат-робот. Либо человек, который осознает психику, но в материи, то есть он мечтает, он фантазирует. Но в материи не проявляется. Все, нет ткани. Не создается целостность. А вот именно поработав с психикой сегодня и совершив действие в материи, в жизни, проявляется материя. Ну что, нам пора готовиться к вопросам и ответам. В 6 часов. Для тех, кто пропустит сегодня деньги, вы сможете это все взять в записи. Кстати, все наши практикумы, курсы, все есть в записи. Не бойтесь листать сабришин. Если вы полистаете, вы там очень много раскрытых тем найдете. И лекции найдете. И всего того, чего вы не смогли найти, например, в книгах. И вы хотите прожить в состояниях. То есть расширить, дополнить и так далее. Вы все найдете на сабришине. Все пока есть в записи. До встречи, друзья. До встречи. Но я прежде скажу, наши книги, лекарства от лени. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok